Этот вопрос уже посложнее Нужно alguns поддыхать А до этого лёгкие были, да? Но мы были… Вопрос понятен? Нет В каком городе была построена первая ветка метро? БЛЯЛЬ ААААААААААААААААААААААААААА desktop УСПЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕone Друзья, всем привет! Мы находимся в зале Evolve Gym. Это шоу-викторина «Мозговой штурм». И давайте для начала познакомимся с нашими гостями. Представляю вам Вячеслав Василевский, единственный в мире шестикратный чемпион мира по боевому самбо. Похлопаем! Николай Алексакин, один из лучших полусредневесов России и мира. Да, спасибо. По прозвищу «Брянский бык»! Алексей Махнов, боец «Fight Nights». Спасибо, ребята, спасибо. Марина Махнаткина, семикратная чемпионка мира по спортивному самбо. Ребята, круто. С командами познакомились. Давайте я вам даю 30 секунд, чтобы придумать название команде. Думаем, думаем, думаем. Сразу начинаются такие вопросы. Ниже пояса, можно сказать, да? Можно по старой схеме просто «Сицилия» назваться и все. «Сицилия»? Да. Пока он тебе объяснит, что такое «Сицилия», это не та «Сицилия», о которой ты подумал. Ну, как вариант. Сицилия с Италией, да, сразу? Ну, типа, с Брянской. Брянская Италия. Брянская Италия, да. Команда 2 – это «Сицилия». Давай, Марина, давай. Название. «Крестьята». Родина. Кстати, это родина Марина и Крестьята, а вообще бомба. А ты нифигасе знаешь? Я сейчас подписан на тебя. «Крестьята». Привет, Крестьята. А кто? Это вообще пермский край вообще заценит. Все будут смотреть просто. «Крестьята» – это бомба, на самом деле. Кто знает, тот поймет. Кто не знает, кто не знает. Не вникайте. Кто не знает, тот не поймет. Кто не знает, да? Нифига слова. Вообще, дай пять. Как называй, как? «Клестьята». 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 Слово «Клёст». Там редкие птицы, кстати, водятся. Тем более. Итак, отлично. Команда «Клестьята» и команда «Сицилия». Огонь. По-моему, у них уже на сцене рейка. Он упал. Он явно не хотел быть в команде «Клестьята» сегодня. О, знаешь, что там «Сицилия», «Мафия». А тут «Клестьята». Нет, а «Сицилия», не «Мафия». Итак, команда придумывали себе название «Команда Клестьята» и «Команда Сицилия». Попробуем. Опасно. Познакомились, придумали название для команды. Самое время объяснить правила игры. Всего викторина состоит из двух туров. Первый тур. Школьные вопросы. Есть четыре варианта ответа. Один вариант правильный. Как отвечаем? Я читаю вопрос. Перечисляю четыре варианта ответа. Только после этого вы можете нажать на колокольчик и ответить на вопрос. Кто нажмет на колокольчик раньше, я не буду принимать ответы. Если, допустим, вы нажали на колокольчик, сказали свой ответ, он неверный, право ответа переходит другой команде. И так вплоть до правильного ответа. Понятно? Второй тур. Будут вопросы, но без вариантов ответа. Также я читаю вопрос. Как я прочитаю вопрос, вы можете нажать на колокольчик, отвечаете правильно, балл вам. Неправильно, переход другой команде. Еще один момент. За первый тур за каждый правильный ответ можно получить один балл. За второй тур за каждый правильный ответ можно получить два балла. И в итоге в сумме побеждает команда. Победитель получает бабос какие-то, нет? Это договориться с организаторами. А до срочно где-то нету, да? Либо едем в Сицилию, либо в Клистерию. Путевка. Итак, первый тур. Начинаем. Вопрос. Терен-Йорс должна пройти. Первый тур. Итак, вопросы школьные по географии. Начнем с простого. Столица Чили. Варианты ответа. Сантьяго, Буэнос-Айрес, Вашингтон или Кито. Сантьяго. Это правильно. Он знал, мне кажется. Идет. Кабанги. Это не серьезно, я не успел еще. Я не успел еще. Да-да. Идем дальше. Также география. По какой шкале измеряет мощность землетрясения? О! А-а-а! Бля, поняла! По шкале Маоса, по шкале Абгас, по шкале Фаренгейта или по шкале Виктора? Успел. Калек. Ну ты же, блядь. Ну не, ну ты же знал. Так, землетрясение. Еще раз повтори. Землетрясение, Паша. Еще сможем? Последние два варианта. Какие там? Все, это переход хода. Не-не-не. В смысле, мы разговариваем, общаемся. Мы с тобой принимаем. Последние два варианта? Ну последние четыре варианта. И еще четыре. По шкале Маоса, по шкале Абгар, по шкале Фаренгейта или Рихтера? Рихтера. Правильно. По шкале Рихтера. Ты это хотел сказать вообще? Ты нажимал. У меня было сомнение о Фаренгейте. Фаренгейт это температура. После этого я знал, что это Рихтер, но я знал, что Фаренгейт это не то. А два вообще левых каких-то были. Все, меньше мы так. 50 на 50, подведение. Идем дальше. Если больно нажимать, я все еще. Подожди, еще раз. Нужно после вопроса? Весь вопрос, все варианты ответа. Все варианты ответа. Там только пока. Хорошо. Следующий вопрос. В каком океане находится течение Гольфстрим? Варианты ответа. В Тихом, в Атлантическом, в Индийском или в Северно-Ледовитом? Так, сомнения были явно какие-то. В Гольфстриме, я знаю, такая охранная контора у нас, здесь в Нижневновграде была такая. Не, серьезно? В Гольфстрим. А что вы вообще знаете про Гольфстрим? Слышали вы? Еще что еще знаете? Ну, я даже скажу, то ответ будет. Давай, Калямба, ответ. Атлантический океан. Верно. Атлантический океан. Так, переходим к следующему вопросу. У какой из ниже перечисленных стран флаг квадратный? Финляндия, Россия, Швейцария или Италия? Швейцария. Правильно. Пока что все идет легко, и это меня радует. Так, у нас участники оказались подготовленными. Помнишь школьную программу? Кстати, кто помнит, когда закончили школу, в каком году? Помним. Помнят? Я не закончил. В каком году закончили? В 2008 году. Я тоже. Ну, тут, в принципе, плюс-минус параллельники. Что? В одной параллельникам будет учиться. Где мы с Мариной росли, школы вообще не было. Участники за 12 лет, спустя 12 лет, помнят школьную программу. Это очень похвально на самом деле. Итак, мы продолжаем. Также в области географии. Официальный язык в Австрии. Я так география себе? Нет. Официальный язык в Австрии. Австрийский, немецкий, английский или французский? О, успел. Какой? Ну, конечно же, в Австрии немецкий. В Австрии официальный язык? Немецкий. Немецкий, естественно. Немецкий. Ответ правильный. Потому что я знаю, они были во второй мировой, рядом с пиццами. Как мы заметили, географию очень хорошо знаем. Теперь проверим, как же хорошо вы знаете физику. В чем лучше? Я не сомневаюсь. Я помню. Итак, начнем с легкого. В чем измеряется мощность? О, чисто мощный такой. Да, мощный. Конкретный. В амперах? Ватт? Вольт? Или влитр? Красава Калек. Выиграл. Я же первый. Да. Давайте третейский судим. Не по мне Калек выиграл? Команда Кристианта были первыми. Да ладно. Она должна... Не объективная судебность. Можете пообсуждать, можете сразу дать ответ. Я могу перечислить. Давай еще раз. Я же неправильно скажу, что пудло. В чем измеряется мощность? В амперах? Ватт? Вольт? Или литров? Амперах это ток. По-моему, в литр. Ватт или вольт? Ватт или вольт? Ватт это... Не, давай ватт. Ватт. Ответ принимается Ион Вернель. Да. Вольт потому что же эти... Подслушали наше. Как я заметил, физика идет труднее, но все равно правильно. Все равно идет. Да, все равно идет. Как-то... Следующий вопрос. Чему равно ускорение свободного падения? Ох, ты серьезно. 9,8 метров в секунду в квадрате? 5 метров в секунду в квадрате? 100 метров в секунду в квадрате? Или 1 метр в секунду в квадрате? Олег, я знал, что ты знаешь. Мне кажется, 9,8 метров. Это правильно. 100 кудово. Красава. Правильно правильно. Этот вопрос уже полегче пошел. Так, следующий вопрос. Всем известный факт, конечно же. Кто вывел формулу E равен mc в квадрате? О, ну это все. Ньютон, кулон, Эйнштейн или ампер? Это ньютон. Конечно же. Неверный ответ. Да ну да. Кто переходит к команде Клистят? Давай еще раз, вариант. Кто вывел формулу E равен mc в квадрате? Ньютон, кулон, Эйнштейн или ампер? Давай кулон уже. И это неправильно. Супер, ампер. Да. И это тоже неправильно. Тогда никому. Тут вообще неправильно не было. Правильно не было, да? Правильный ответ Эйнштейн. Эйнштейн? Да ладно. Почему? А перейди теперь формулу. Это энергия равна масса. Можен на скоре света в квадрате. Эйнштейн? Да, это Эйнштейн будет. Почему? У нас по другому, да, рассказывали? Я думал, да, из-за фона то эти. Ну ладно. Ну так. Просье к нам. А чего туда поставили? Ну потому что у них единственный вариант ответа остался. Остался? Брадан, путем исключения. Все верно. Следующий вопрос. Какой заряд у электрон? Положительный? Отрицательный? Нейтральный? Или он может принимать любой заряд? Он уже ответил неправильно как-то. Как он-то, я забыл. Зато, что этот раз мир выиграл. Ну, блядь, ничего не проходит бесследно. Маты тоже твердые. Нейтральный, наверное. Нейтральный. Это неправильно ответ. Ход-переход. Да, Олег, ну что? Ё-моё. У вас остается два варианта ответа. Положительный или отрицательный? Если будем так на конца идти, чтобы просто один вариант оставался. Чтобы все не трамяне. Давай, делай как знаешь еще. По-любому ты не знаешь, что это он говорит. Ну ладно, есть что, а то мы им подать. Правильно, отрицательный. Чисто повезло просто. Так, этот вопрос уже посложнее. Нужно будет подробнее. А до этого легкие были, да? По географии вы хорошо справились. Физику я прогуливал. Наши познания закончились. Сейчас с химики. Продолжаем. Тут все химики, да? Семенники. Менделей. Слушаем вопрос. Длина волны какого цвета самая длинная? Нихера себе. Вопрос понятен? Нихуя. Нихуя. Ну хорошо, тогда пальцы в небо. Из песни. Красного, желтого, синего или фиолетового? Еще раз повтори вопрос. Длина волны какого цвета самая длинная? Чисто дал-дал, ушел. Длина волны какого цвета самая длинная. Длина волны какого цвета самая длинная? Ну как, посмотрите, как это вообще логично. А вы про какую волну вообще думаете? Океаническую, большую. Ооо, это это, да? Ты про голову? Да, каждый цвет имеет свою волну. Как и звуковые волны, цвет тоже свой волны. Волна, которая в море или нет? Нет. А, нет, я в море подумал. Думал, что она голубая. Еще раз туда ответы. Я уже нажал, если еще. Сейчас я отвечаю. Красного, желтого, синего и фиолетового. Бля, да понятно, что... Я думаю, ну давай фиолетового. Фиолетового? Я тоже не знаю. Дотом красный. Какой цвет самый яркий? Вот сдалека мы его видим всегда. Красный, конечно. Вон, эло. Не-не-не, подожди еще раз. Какие там мои варианты ответа? Фиолетовый? Красный, желтый, синий или фиолетовый? Желтый, не кажется. Ну что, давай, желтый? Ну что, пацаны, очевиден? Наш вариант очевиден. И он будет правильным просто. Потому что, блядь, это не возможно. А, блядь, желтый, давай. Это что, желтый, само собой. Это неправильно. Пиздец, ну говорю, красный. Потому что, это фиолетовый. И это неправильно. Это тоже неправильно. Потому что это красный. Да, это красный. Но мы были... Пиздец, просто вырвали, блядь, из глотки. Укрестят. Победа реально, блядь, нет, что... Ты называл красный изначально. Ну, сразу, я сразу говорил красный, блядь, нет, нет, блядь. Да. Итак, раздел пищи закончили, успешно. Наконец-то. Теперь переходим к литературе. О, ну это я, блядь, стихо... Я же люблю читать книжки. Есенина не должно быть. Если Есенин вопрос, Василевский уходит и говорит. Вы помните. Вы все, конечно, помните, как я стоял. Прибили в системе взволнованно. Ходили вы по комнате что-то резкое, в лицо бросали вы мне. Ничего. Да, ну так надолго, наоборот. Могу долго сказывать. Итак, первый вопрос. Кто написал мертвые души? Бля! Варианты ответа. Лермонтов. Маяковский. А-а-а-а! Не считается. Оголь или Холсток. Да куда? Штраф! Штраф! Ребята, вы столько денег ему переведете, будете потом тут возникать. Итак. Гоголь. Блядь. Правильно. Боль. Гоголь написал мертвые. Палец отбил. И как все знают? Дай каждые 10 секунд, и его бил, 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 блядь. Итак. Продолжаем. В каком произведении встречается герой Понти Пилат? Ох, ёпта, я не знаю. Война и мир. Знаешь, да? Преступление и наказание. Мастер и Маргарита. Гроза. Блядь. Подожди, ты же сказал, во время ответов можно нажать. Нет, после. Нет, ну он просто сейчас нажал. Леха нажал. Нет, я потом после этого еще нажимал. Да. Я знаю тоже. Согласен. Согласен. Перекисляю все варианты ответов. Все так, по правилам, которые я объяснял. Калех, нас засудили, блядь. Мертвые души. Ой, фу, мертвые души. Красава! Да там не было, а там не было. Там не было. Там правильный ответ. Мертвые души. Мастер и Маргарита, пиши нам чертов плюсик. В принципе, по правилам прозвучал вариант ответа и ход перепадов. Да, мастер и Маргарита. Там не было между души вариантов. Вариантов-то не было? Подождите. Это просто по произведению. Ну, ты согласен. Там не было. Ответ был? Нет, он казашку знал. Да он просто сказал. Подождите. По правилам, которые я говорил, да. Все верно. Ну, там же не было варианта ответа «Мертвые души». Любой вариант, как ты. Ну, да. Ты послушал? Ну, да. Ты послушал? Конечно. Ну, и очень. Чисто он сказал. Это просто предыдущий вопрос был про «Мертвые души». У Элина сказал. Все, тогда мы тему закрыли. Все. Так, ситуация накаляется, а мы идем дальше. Внимание, вопрос. Какое произведение написал Евгений Онегин? Ёпта. «Вишневый сад», «Тихий дом», «Алые паруса» или «Евгений Онегин не писатель». Бл***! Это не я. Звонок еще никто не нажал после варианта. Вот теперь нажали. Конечно же, это… Подожди, подожди. Мы знаем ответ. Можно обсуждать? Евгений Онегин – это же не писатель, это же произведение. Это верный ответ, да. Чисто такие очевидные ответы вообще просто. Не получилось. Вы еще любой ответик заграбатывали себе, ребята. Кстати, там реально не было. Там розоты. Леха нажимал вообще, блядь. Вопросы по литературе прошли на ура очень быстро. Сейчас. Айсенин. Сейчас мы переходим к истории. Проверим, как вы знаете историю России. В каком году отменили крепостное право в России? В 1812, 1917, 1861, 1799. Вот мы… Первые были Крестьяна. Да. Да, были Крестьяна. 1812. 1812. Неправильно. Красавцы! Подожди, 1800. 1812, 1917, 1861, 1799. 1861. Правильно. Пусть они всегда нажимают первые, все неправильно отвечают. Да, да. Спокойно. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Кто из династии Романовых последним правил России? Николай I, Александр III, Екатерина II или Николай II? Само собой. Он знает ответ. Николай II. Правильно. Аплодисменты. 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 Ну что это тоже… Это первый. Это первый. Первый брянский. И так, следующий вопрос. Сколько длилась столетняя война? 100 лет? 116 лет? 84 года? Или такой войны вообще не было? Ай, красава, ты знал? Какая война? Столетняя война. Какой войны не было? Это неправильно. Ну если она была, нет. Аплодисменты неправильный ответ. То, что она была, это сто процентов. Вот вопрос, сколько она длилась. Я не помню, а с кем? С кем была? 100 лет. Кто не воевал, кто воевал? Англия с Францией. 100 лет? Нет, это с подвохом. Какая-то ошибка, это с подвохом. Скажи еще раз вариант. 100 лет. Ну ладно, они снова неправильно ответят. Я знаю ответ. Или такой войны не было? Конечно, не было. Говорите еще раз. Говорите еще раз, и к нам придет вариант. Пускай будет 100 лет. 100 летняя же. Ну давай, 100 лет. Ну да, это неправильный ответ. Это с подвохом. Тут либо 84, либо 116. Конечно. Но надо подумать. 84, это не средний вес. Я средний вес же. 84 получается, наверное. Я не отвечал. Подожди, нет. Обсуждать можно. Давай подумаем. А что думаете? Если подумать, да? Вот начали они воевать, да? Сколько им комфортнее? Я думаю, наверное, больше все-таки не провоевали. Ну, комфортнее. Я даже не знаю. 84 в принципе очень комфортно. А если не сделали паузу, то тратили. 16. 16. Мне кажется, 116. Чуть больше. А этого лет не было. Почему? Столетняя война. Что-то сложный вопрос такой. Короче, ответ сурну никто не знает. Давайте пальцем в небо. Да. Может кофе попьем? Потом попьем, да? Ну давай вес твой на рабочий или нет? Ну давай. Давай, да? Какой? 116. Ваш ответ 160. Я-то правильный ответ. Блин, ну мы же с тобой, блядь, все логически рассчитали, блядь. А почему столетнюю войну назвали? Ну, потом... Ну, 16-летнюю. Просто они округлили? Да. А, я помню. А ты в курсе, что мы тем временем... Я не знал вообще честно, что они воевали. Что мы вырвались. На два. Мы вырвались. Ну, потихонечку. Мы туда не будем обращать внимание. Мы так. У нас вопросов много. Мы сначала дали мне немножко такую легкую фору, чтобы они почувствовали, что они тоже в конкуренции какую-то... Какую-то конкуренцию могут. А так клестят и сам помню. Где Сицилия, где клестят? Ну ладно, ничего личного. Следующий вопрос. Я тебе прикольно. Ну давайте хоть там поменьше вопросов будет. Ну да, вот человеку на массаж ехать скоро. Какую часть мы сегодня будем? Это тот Насташа, о котором мы подумали? Или в который ты в нижнем ехать? Ну в нижнем ехать. В нижнем ехать. Кастоправу помнишь? Из какого кирпича построен земский собор? Красного? Белого? Серого? Или это вовсе не собор? Из какого кирпича построен земский собор? Из какого кирпича построен земский собор? Из какого кирпича построен? Еще раз, можно варианты ответов? Красный? Белый? Серый? Или это вовсе не собор? Или это вовсе не кирпич вообще? Бля, ну как выявим? Ты ответь, ты уже нажал, да? Угу. А что, вариантов нет? Земский собор. Земский? Земский. Земский собор называется же. Он говорит, вовсе не собор. Он говорит, вовсе не собор. Он говорит, вовсе не собор. Ну давай, ладно. Просто... Подожди, земский. Это в Москве? Нет, ладно. Я не буду говорить. Это где? В России, правильно? Нет, земский собор есть по-любому. Где он? Из какого кирпича вовсе? Скорее всего, я думаю, почему-то. Он, наверное, не собор. Просто называют, но он сам... Раз есть такой ответ, да? Вовсе. Попробуем логику. Попробуем, да. Это вовсе не собор. Правильно. Это вовсе не собор? Какой-то собор, конечно. А что это на самом деле? Это собрание, которое... Конечно. Иван Грозный собрал вот... Собра... Где собрание, где собор и... Все, видишь, а я вообще... Ну да. 10-7 просто не чувствую, блять. Пусть отвечают сами. Следующий вопрос. В каком году было крещение Руси? В 1111? Все знает вообще. В 1241? В 1988 или в 1314? В 1988. Правильно. В 1988? В 1988? В 1988. А в 1985 было основание Брянщины. А в 1988 родился Вячеслав Васильевский. Вот так, на минуточку. Просто. Как-то, да, соединись. О, типа... О, ты да? Ты серьезная. Да, да, да. Итак, сейчас мы переходим к математике. Царит снова. Оооо. Это фиаско. У них было два по математике просто. У меня четерочка была. У меня тоже была. Сейчас не играет роль. Меня до сих пор плохо считают. Даже не понимаю, кто сейчас ведет. В Клистьянах математики не было вообще. Бывает, что же такое. Вопрос. Сколько граней у куба? 4, 6, 8 или 12? Сколько-то? Такого нет у куба? Надо теперь вспомнить, что такое куба. Куб. Куб. Сколько граней у куба? Еще раз. Смотри. 4, 6, 8 или 12? Да, конечно же. Сейчас скажу. Куб. Подожди. Давай, пацаны. В темпе. Не знаете ответ? Уже психологическое давление началось уже. Окончательный ответ? 6. Правильно. 6. 6. Понятно, что 6. Где куб и там же 6 этих. У нас же время есть, хотя бы подумать. Слушай, почти в 12, почти в два раза уже. Просто. Следующий вопрос. Как обозначается факториал? Английская буква F? Восклицательный знак? Вопросительный знак? Или латинская буква гамма? Леха засмотрелся просто. Он даже не слышал о чем речь. Гамма, наверное, да? Гамма? Нет. Неправильный ответ. Первый вариант ответа. Как там F? Тоже неверно. И все. А я не знаю, про что это такое. Давай, нет, восклицательный знак. Да. Восклицательный знак. Все верно. Просто я сейчас вспоминаю, в математике вообще вопрос был или нет, но восклицательный знак точно был. И так флестяты набирают обороты. Надолго ли? Не хватит. В математике просто спасибо. Очень легкие. Слушай внимательно. Это для нас очень легкие. Сколько нулей в одном триллионе? Еще. Дни. Шесть, девять, двенадцать, пятнадцать. Фальстат. А вот это второй раз было, да? Добрый. Миллион, триллион, да? Триллион, да. Триллион, да. Триллион. Девять, да? Или 12? Триллион. Шесть, миллион. Шесть, миллион. Ты три, нуля, значит. Триллион, три, нуля, получается. Да, давай девять. Девять окончательный ответ? ты душа психологически последний вопрос по математике уравнение параболы уравнение параболы уравнение параболы уравнение параболы еще раз можно решает уравнение y равен x y равен x квадрате y равен x кубе или ирек равен единице парабола вот так и кубе давай все верно давай y равен x квадрате я помню то что хотели вопросы по химии вот принимать математика химия что делает катализатор что мне когда улучшает реакцию ускоряет реакцию замедляет реакцию или ничего не делает ускоряет реакцию правильно ну мы не химичу все мы не знаем как как есть сам спальню сразу не будем нажимать пока дальше проходим проверку какая вода содержит меньше всего примесей морская дождевая речная или минеральная примеси ничего сложный конечно вопрос да и везде в минерале по любому много примесей там вообще пиздец целая таблица медилеева дождевая тоже отнесли эти дождевая морская нет может я дождевая морская морская это много всего раз в Москве а чё какая там морская дождевая речная минеральная речная может речная скорее всего может туда почему-то давай речная речная это неправильный ответ мы хотели оксид водорода это углекислый газ воздух вода или железо оксид водорода это углекислый газ воздух вода или железо так все химия прошли успешно то еще в они химии не успешно сидят тут такие святоши следующий раздел это биология я кроме песика с тычинкой ничего не помню сколько хромосом у человека да ты я шалил 23 24 46 и 48 давай да обсуждать можно мне кажется мне кажется мне кажется прошли с рукой что такое хромосом вообще давай 48 неправильно а какие остаются там 23 24 и 46 23 24 23 24 Что такое холосово? Давай 24 Я знаю Он знает? Конечно знаю Ну давай просто 24 назовем 24 24 Это неправильно 46 Я помню, что 40-100, но Пусть я думал 48 Они такие милые, ребята Вы, да Они такие умные Следующий вопрос У вас вообще 24 Мы думали У нас с гильками Это шутка была Пошути не хватит Кто такой орнитолог? Это специалист, изучающий Коуков, насекомых, птиц или грибы Птиц Все верно А я птиц Когда С девушкой будешь спорить, да? У меня пальчики А я вот тут Блин, реально больно А если Василевский еще сверху своей петерлей прибивает У меня уже, блин, тут дырки в ладошке Мне реально больно нажимать Итак Проверим, насколько хорошо вы знаете свое тело О, ну тут сейчас Василевский пойдет Сейчас пойдет Я какой-нибудь в воздух ничего не знаю Убирай руки Самая сильная мышца у человека Блин Пицепс 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 Язык Руки 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 Видел? Видел? Язык Язык А вы что не знали? Я что хотели сказать? Я сейчас только у Лехи с собой сильный язык У меня руки вообще У кого больше подписчиков, у того язык становится Ну как? Подписчики Продолжаем Сколько камер в сердце человека? 2, 4, 6, 8 Это по-моему Какой? Популярный Популярный очень Надо подумать 2, 4, 6, 8 Камер А клапаны-то разные вещи Ребята, я вообще не понимаю, что он сейчас идет Это не моя история Скрытые камеры тоже считаются? Скрытые? А есть, да? Ну, скрытые камеры есть? Две наружные Две скрытые А еще раз Пецлайк свой подъезд Сколько ты класс? 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 Ну Давай 4 назовем Ну все он сказал 4 назовем 4, да Все верно Ну а что мы почитали же? Как раз 2 скрытые, 2 наружные камеры Следующий вопрос по основам безопасности жизнедеятельности ОБЖ ОБЖ Мои любимые мысли были в школе Петр Петрович Всего один, но интересный вопрос Пытался до 10 Ох ты В солнечный день Тень указывает направление на Юг, север, запад, двадцать Куда ты? Еще не было ответов Уже я успел, да? Давай подумаю теперь Если ты стоишь Солнце Солнечный день Юг Допустим Еще раз повторю Вопрос медленно Солнечный день в полдень В полдень Тень указывает направление на Вот так, полдень Ну еще раз Ну не угадать просто Да, полдень Тень указывает направление на Куда показывает? Юг, север, запад, восток Куда? Ебля, это с подвоху, сука, вопрос Надо подумать Юг, север, запад, восток Касы-то похоже эти Скоро будто так Еще, еще, еще больше Скоро мы будем в одной команде с ним У него тоже такие же У меня тоже все так начиналось Ну а что, восток или запад? Слушай, а если подумать То скорее всего Ну, там ничего не поменяется В восток или запад Глава, да, по восток или запад? Да, откуда, блядь, я В солнечный Солнечный Поднимается с востока или запада? Солнце Солнце поднимается Слышно, по-разному Поговорите уже По-разному Да, ребята Давай восток Это неправильно Запад Да Ну, вот, сука А ну, уже поднимается с востока Да По сторонам восходящего солнца А я, кстати, так и думал Ну, я просто думал Ну что? Итак, следующий раздел Ведешь? Следующий раздел Возможность Боремся? Очень легкий до вас, наверное, это спорт О-о-о-о Сейчас, давайте Не, ребята, там такие сейчас вопросы, я чувствую Здесь Какой вид спорта не является олимпийским видом спорта? Самбо Итак, варианты ответа Тэквондо, футбол, настольный теннис или самбо? Бля, ну это не серьезно Это не серьезно Это не серьезно Самбо Мне Василевский опять руку пробил Специально, у меня до сих пор вообще дыра просто Я ответил даже до вопроса Еще штраф Запиши нам еще одно, что он до вопроса Да, это живот Давай сейчас спорта Спорт, да Какой футбольный клуб выиграл английскую премьер-либурс в 2019-2020? Это уже не спор, это футбол Манчестер-Сити, Ливерпуль, Челси и Арсенал Ливерпуль Все верно Следующий вопрос В каком хоккейном клубе играет братарь Андрей Василевский? ОООООООО! ООООО!!! Анд РИВАОО, давай Словат Кулаев Давай давай Словат Кулаев Словат Кулаев Сœрт-Флуис БЛУЗ Вашингтон капитал с или Тампа бэй лайки там этом овечки на вашингтоне все следующие вы на выступаете а началось этот джентльмен сколько игроков в олимпийской команде по керлингу 2 3 4 5 или 3 там надо посчитать они там как-то меняются один кидает 2 грибут да 1 кидает 2 грибут 3 получается 1 смотрится и снимает сторис а можно вариантов ответов 2 4 4 4 4 4 4 верно я что не там делают это очень подсказочку мне блядь бал души 17 17 достойные соперники и так второй раунд напоминает то что вопросы без вариантов ответа и за каждый правильный ответ 2 балла начинаем что такое хаббл 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 еб ну где ждем в новгороде ругательства по-английски нет ответа как говорилось ты все еда блюдо какое-то хотел бы самым мы ждем когда нет если они отвечать неправильно то переходим следующим вопросом это ракета нет не все переходь это телескоп какой актер сыграл главную роль или сериале от бибиси шерлок дэниэл кембру бачу фамилия правильная имя не правильная давай ребята догоняйте следующий вопрос солистом какой популярный рок-группы был честер беннингтон линкен парк все верно что за вопрос какие-то какие-то для неформалов вопросы ребята роваться надо только ручками махать какие-то сериалы мутные какие-то рок следующий вопрос самая дорогая российская компания подожди либо газпром либо конечно газпром верно самый богатый человек в мире кто windows этот создал мысли а по каким россии в мире а баффер баффет майк баффер который объявляет с колбасу сейчас пусть они ответят класс вам дурacts а можно сказать чтоy он владеет чему я знаю чему я не подсказывай он знает у вас ужеlei нет варианта ответа Patricia Если они неправильно отвечают, то мы идем дальше. Этот, владелец Амазона, короче. Как его зовут? Не, 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 не тот, я не про то. А вопрос правильный. Это Джек Безос. Амазон, владелец Амазона. Ты про этого думал, который там... Я думал про деда. Не, 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 сейчас по форбс. Идем дальше. Сколько цветов у радуги? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Семь. Слава, работай, работай. В каком городе была построена первая ветка метро? А, блядь! Блин, я... Больно даже... Пиздонул. В мире или в России? В мире, в мире. В каком городе, вообще, впервые в мире, была построена первая ветка метро? В Брянске. Нет, ответ! Я советую. В мире, ну, какой-нибудь, мне кажется, там... Блядь, вообще пиздец, почему не знаю. Город еще, да. Город, да. Не страна, не страна, город. Город, Япония есть там? Гонконг. Это... Ответ. Да. Неверно. В Лондон. Да, все. Да, блядь! Ну, это вообще никуда не годится. Просто. Следующий вопрос. Богом чего является древнеегипетский бом-ра? Солнце. Все верно. Олег, красавчик. Сколько еще вопросов? А я знаю ответ, я жду варианта ответа, блядь. Да. Я так залив, думаю, ой, сейчас проходит. Да, да, да. Предсказуемо. Предсказуемо. Он не боксовал сегодня. Следующий вопрос. Как называется галактика, в которой находится солнечная система? Коля лучший. Ага. Ну, давай, Коля. Давай, лучший. Галактика, солнечная система. Не верно. Как она называется? Как она называется? Ну да, кстати. Скажи, как она называется. Солнечная система. Не верно. Да, ебану. Вселенная, блядь. Нет, это галактика Мнечный путь. Какой? Мнечный путь. Переходим. Ну, у меня было такое подозрение такое, конечно. Я просто не стал озвучивать. Что такое Анклав? Это все? Вопрос. А что такое Анклав? Дальше нет продолжения? Анклав. Подсказку? Анклав. Это, допустим, Калининград и Анклав? Портовый город. Ну, Карабах. Ну, давай, отвечайте. Ну? Что? Что это? Ну, я хотел еще сказать. Калининград, Карабах и Анклав. На бухуке, что ли? Подожди, а чем они? Это не ответ. Чем они выделяются от других там? Я не знаю, чем они связаны, Калининград и Карабах. Вот это самое главное. Ну, все, давай. Ответ есть, ответ есть. Ответ есть, братва. Подожди, ты знаешь, так не серьезно. А мы должны подумать. Да он тоже рассуждает. Да он тоже не знает. 10 секунд. Анклав, Анклав. Ты знаешь, Карабах. Карабах не признанная республика. Ну, Анклав же не признанная. А, я знаю, что это. Короче, это же раньше был Кёнигсберг, это же раньше была Германия. То есть, это государство, которое принадлежало в другой стране. После войны. Неверный переход. Это наша территория, которая находится на территории, типа, другой страны. Это как, например, в Косово сейчас они там рисуют. Ребята, что принадлежит другой стране, а это наша страна. Просто она на территории другой страны. Это же раньше был Кёнигсберг. А ты сказал, что... Анклав? Анклав это часть страны, которая находится на другой стране. Которая находится на другой стране. Которая находится над другими странами. Да, все. А без звука больше не будем играть с ним. Следующий вопрос. Чем известен Чарльз Дарвин? Оттуда зажимают, отсюда зажимают. Чем он известен Чарльз? Конечно же. Теория Дарвина. Ну, конечно. Да, теория. У него фамилия говорящая. Следующий вопрос. Давай, включайся. Слушай, это вы должны знать. Как Хоакин Бакли нокаутировал импу Касанганая в турнире UFC Fight Island 5? Это было недавно. Это недавно в октябре. Это было недавно? Да. Это было недавно. UFC Fight Island 5. это недавно в октябре бляй, хуй это такое с ноги поднял руку и со стороны в воздух его сделал такую витушку аааа ты понимаешь, что вопрос ухлетел пока осталось, скажи, люди какой еще а счет они на два балла а просто поверили этот бой я смотрел в историю в историю да все нормально, там два этих осталось осталось пять вопросов и отрыв идет только в два очка пользуя клестенят отлично пять вопросов сколько секунд в трех часах сколько секунд в трех часах считать нужно нет в трех часах в часу 360 на 3 умножаем 360 на 3 тысячу 1080 неправильный ответ, ваш ответ сейчас, три часа Минута это 60 секунд 10 минут 600 секунд Значит это 360 9 10 800 Да, 10 800 Все верно Следующий вопрос Какой герой из греческой мифологии совершил 12 подвигов? Ну какой Геракл, конечно Я уже болезненно, потому что знаю Я напоминаю, что остается 3 вопроса И 2 очка отрыва Три вопроса Три вопроса по 2 очка Следующий вопрос Самая распространенная религия в мире Бля Я знаю Конечно же это Можете посоветоваться Подожди Ислам Нет, мне кажется Ислам это молодая самая религия Самая молодая, да А вопрос был не молодая Извините, пожалуйста Ну отвечайте, пожалуйста Калют Ты знал Давай Правильно Хорошо Хорошо И так За какое Примерное Время Свет От солнца Долетая до земли Сложно Скорость света Получается триста тысяч километров в секунду значит за это время за сколько за сколько за время нужно сказать скорость это правильно сказали да но надо сказать время примерно хотя бы он сказал что четко дожди ну нет время надо что-то в чем подвох там это как-то это примерно время нужно не обязательно вплоть до секунды каждый ну примерно встает например востока и первые лучи хорошо погрешность плюс-минус минута это уже есть шанс это же шанс подожди сейчас мы подумаем 10 секунд на разуме ну блин это за минуту неправильно ваш ответ да и точно не знаю это не отвечайте лучше 6 минут неправильно если бы вы сказали бы 7 минут это было ближе я засчитал бы 8 минута правильный ответ последний вопрос болящий на 300 и понятно что мы проверяем так это вопрос адрес его в джим ледниковская 11 дробь 10 строение 2 может позвонить сейчас я всем спасибо этом шоу викторина московой шоу давайте пятерочке нас подставим Продолжение следует... Продолжение следует...